Добрый день! Испанское Рождество. Рождество это, без всякого сомнения, самый главный и испанский праздник. Подготовка к нему начинается еще в ноябре. Постепенно украшаются городские улицы. В магазинах и на улицах устанавливаются елки. Мельтешат повсюду папы наэллы. Это родные братья Деда Мороза и Санта Клауса. Специально на рождественский период устанавливаются раскачивающиеся качели. Видимо, эта традиция восходит к древним временам и желанию заставить солнце в период зимнего солнцестояния выше раскачиваться в небе. А вот подарков испанцам приходится дожидаться долго. Подарки приносят три короля 6 января. Дети, которые в уходящем году вели себя плохо, кладут в чулочки для подарков угольки. Если вам доведется встречать Новый год в Испании, приготовьтесь глотать фрукты. Каждый раз, когда часы будут отбивать в полночь 12 ударов, нужно проглатывать виноградину. Говорят, что это приносит счастье. К заветной дате 25 декабря испанцы подходят уже морально подготовленными. Праздничное настроение просто бьет через край. И как тут не проникнуться духом праздника, если о нем напоминают тысячи деталей на протяжении всего декабря. Во всех магазинах появляются горы чисто рождественских продуктов. Это прежде всего сладости. Халва, марципаны, анисовые леденцы и, конечно же, турон. К рождественским и новогодним праздникам испанцы никогда не забудут купить или приготовить турон. Разновидность сладостей, без которых не обходится праздничный стол. Помимо сладостей, обязательно на праздничном столе каждого испанца будут присутствовать морские ракообразные. Креветки, крабы, лангусты и шампанское. По традиции, любой испанский праздник должен сопровождаться обильной и вкусной трапезой. А уж на самый главный праздник в году денег никто не жалеет. Рождество в Испании – это тихий праздник, проводимый в кругу семьи. Обычно за неделю-две до Рождества организуются рождественские ужины в ресторанах, собирающие за одним столом коллег по работе или просто друзей. Вечер 24 декабря и весь день 25 декабря испанцы проводят в семейном кругу. Дарят друг другу подарки и уничтожают огромные запасы провизии, закупавшиеся в течение нескольких недель. В Каталонии традиционные рождественские символы дополняют особый персонаж под названием Каганер. Это одна из фигурок, которую каталонцы ставят к традиционному рождественскому вертепу. Она представляет из себя человечка в туалетной позе, со спущенными штанами. Причем местная католическая церковь относится к этому более чем толерантно. Человечки могут быть в виде пастухов, а иногда даже футболистов или политиков. Продолжением или завершением рождественских праздников в Испании является Эпифания. В Испании этот праздник называется День королей магов. Это название связывается с тремя языческими королями-магами. Каспаром, Мельхиором и Валтасаром. Пришедшими с дарами поклониться новорожденному Иисусу Вифлеем. Именно эти персонажи становятся главными действующими лицами празднования Эпифании. 5 января в канун Богоявления по городам и крупным деревням Испании проходят пышные праздничные процессии, длина которых может достигать нескольких километров. Впереди парада идут малыши с барабанами, за ними на огромных каретах едут взрослые с детьми, за которыми следует духовой оркестр. Замыкает это шествие карета с тремя королями-магами. Они щедро раздают сладости, игрушки, бегущим за ними детям. В различных регионах Испании парад проходит по-разному. Где-то цари сопровождаются военным эскортом и военным оркестром, где-то въезжают в город на верблюдах. Одно остается неизменным во всех местах празднования Дня Трех Королей – это детская радость, веселье, ожидание подарков. Ведь они в Испании – это как в России Дед Мороз. После праздничного парада дети вместе с родителями накрывают на ночь стол, которому в ночь с 5 на 6 января приходят подкрепиться короли-маги. Дети до блеска начищают свои башмаки и выставляют их за дверь. Набитые соломой – знак накрытого для королей стола. Отведав угощение, короли оставляют в башмаках подарки и продолжают свой путь. Если поведение ребенка в этом году было неудовлетворительное, они насыпают в них уголь. К слову сказать, это тоже оказываются сладости, почти неотличимые внешне от кусочков настоящего угля. Они продаются в Испании повсюду в это время. Традиционным угощением является бублик королей. Их выпекают разных размеров, порой очень больших. Бублик, который может быть в принципе и тортом в этой форме, разрезают по кусочку и распределяется среди членов семьи. Тот кусочек, в котором окажется фишка – счастливый. Обычно родители заранее заботятся, чтобы такой кусочек достался ребенку. Также дети должны обязательно написать письмо королям в канун праздника. В день Ипифании по традиции испанцы освещают воду, ладан и мел, которым пишут на двери своего дома первые буквы имен королей магов – КМВ. По поверьям, это отгоняет злые силы и злые помыслы от дома и хранит благополучие семьи. Мел этот хранится весь год, и до сих пор сохраняются традиции жечь костры, эпифанские огни, освещающие путь волхвов. По легенде, короли-маги совершают путешествия пешком через всю страну и направляются в Вифлеем. Днем трех королей завершаются рождественские праздники в Испании. Вот так сколько стран, столько и традиций. До свидания. Мир вашему дому. До новых встреч.